В Брестской области чествование лучших тренеров и спортсменов стало доброй традицией. На протяжении нескольких лет в облсполкоме собираются самые талантливые и одаренные участники спортивных состязаний, как республиканского, так и европейского и мирового масштаба, которые своим плодотворным трудом принесли в копилку региона не одну награду. Особенно удачным 2013-й был для молодежной сборной. По результатам выступлений в республиканских спортивных соревнованиях «Олимпийские дни молодежи» представители Брестской области впервые за последние десятилетия заняли первое место. На различных чемпионатах, кубках и первенствах, в том числе европейских, в минувшем году брестские спортсмены завоевали 58 медалей, 10 из которых золотые. Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что Брещено – спортивный регион. Этот год действительно сложился удачно для Брестской области. Особенно потянулась молодежь, наш резерв. Впервые Брестская область по результатам республиканского осмотра и соревнования Олимпийских дни молодежи стала первыми. Это говорит о том, что резерв Брестской области есть. Во время встречи со спортсменами губернатор региона Константин Сумар неоднократно подчеркивал, что завоеванные берестейскими спортсменами награды имеют важное дипломатическое значение для области. Он считает, что весомость спортивных достижений зачастую выше всевозможных переговоров и соглашений. Когда на соревнованиях европейского и мирового уровня поднимается флаг страны-победительницы, вот первый шаг к уважению и признанию государства. Константин Сумар уверен, где нет развивающейся экономики, нет и спорта. Количество завоеванных наград – отличное подтверждение тому, что Брестский регион – регион, способный взрастить настоящих олимпийских звезд. За последние десятилетия в регионе введены в эксплуатацию более 150 спортивных объектов. Ежегодно на территории области проводится около 500 различных спортивных мероприятий. Губернатор поблагодарил спортсменов за плодотворный труд и выразил надежду на то, что 2014 год принесет Брестскому региону новые медали и награды. От имени областного исполнительного комитета хочу вам высказать огромные слова благодарности и за вашу результативную работу и большой личный вклад, который каждый из вас внес в завоевание медалей и, как следствие, укрепление авторитета и спортивного имиджа Белоруссии и нашей Бресткины. Во время встречи за высокие спортивные достижения были награждены лучшие тренеры-спортсмены области, которые показали высокие результаты на различного рода соревнованиях, кубках и турнирах. Среди них Елена Копец, серебряный призер Кубка Европы в толкании ядра, Анна Сиротюк, бронзовый призер чемпионата мира по спортивным танцам на колясках среди инвалидов, Павел Новичков, бронзовый призер первенства Европы по самбо. Всего наградами и ценными призами от облсполкома и национального олимпийского комитета было отмечено порядка 50 спортсменов. Кроме того, в рамках встречи состоялся открытый диалог, состоялся обмен мнениями по насущным и спортивным вопросам. Глава области ответил на все волнующие вопросы. Спортсмены выразили благодарность руководству за внимание к спорту. Они польщены тем, что их победы не остаются без внимания. Они уверены в том, что 2014-й будет для них не менее продуктивным. Конечно же, хочется, чтобы спортивные танцы на коляске включили в паралимпийские виды спорта, и чтобы принять участие на Олимпиаде. Я думаю, это самая главная цель спортсмена. Были в этом году и успешные выступления, и не очень. Но я сделала соответствующие выводы и пошла к новым достижениям. Сейчас я готовлюсь к зимнему чемпионату мира, который будет проходить в Сопоте, и уже к летним соревнованиям.